здравствуйте друзья сегодня понедельник 18.00 по москве с вами Анна Тарасенко из мастерской и сегодня у меня необычный такой эфир будет потому что мы сегодня встретимся в прямом эфире с Виктором мы не виделись уже очень долго и у нас будет такое маленькое онлайн свидание Виктор является ну кто не знает да для тех кто не знает расскажу Виктор является мастером поющих чаш очень интересным бородатым человеком и также по совместительству моим супругом с которым мы прокатились по 33 трем странам вместе сам Виктор посетил 52 страны и скоро он к нам присоединиться мы сегодня поговорим с ним поменяемся немножко местами он побудет немножечко с позиции искусства будет говорить со мной а я с позиции звука и звукотерапии потому что у нас так или иначе мы обогащаем друг друга этими знаниями и вот посмотрим что из этого выйдет выйдет ли вообще очень очень жду нашу встречу Виктор можно присоединяться если ты уже здесь вижу тебя присоединяйся и начнем смотреть друг на друга и беседовать я подготовила вопросы Виктор тоже там что-то готовил так что мы сегодня приветствую вас всех друзья вижу что присоединяйтесь очень рада так ожидаем Виктора с аккаунта доктор мм а вот и Виктор приветствую ну что наше свидание состоялось ну вот да очень рада тебя видеть видите друзья мы одели сегодня специально очки которые запечатлены на нашей фотосессии Санкт-Петербурга Анна нас фотографировала розовые на мне и голубые у Виктора голубые очки на Викторе это подарила ему я это мой такой ему подарок в мой вклад в его стиль причёска кстати тоже моя ну в смысле что я внесла лепту Виктор здравствуй есть ли во мне что-нибудь моё у него даже фон обратите внимание какой 10 картин как ты себя чувствуешь что эти картин давай я уже начну тебя интервьюировать да ты знаешь да я себя великолепно чувствую среди картин потому что после всех экспериментов которые в этой комнате были сегодня в ней вот только картины и пара столов абсолютный минимализм вот все как я люблю картины как раз дают такой я бы сказал праздничное настроение у нас эта стена получилась как раз в тибетской серии очень такая вот она прям позитивная а ты никуда там шкаф мой не делал там же еще шкаф был когда-то шкаф есть шкаф есть хорошо все отлично и про то что внутри мы не будем говорить но шкаф есть но это 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 не тема нашего нашей сегодняшней дискуссии так я начну с тех вопросов которые я подготовила Виктор ну тоже затрону да про тибетскую серию ну вот расскажи действительно ты знаешь очень много моих картин видел их наверное ну скажем так все которые были да тогда в наличии с самого начала и вот какие больше тебя привлекают мои картины с каких периодов может быть может быть ты сегодня расскажешь мне что-то необычное да какой-то да я расскажу что нибудь ты любишь больше чем все остальное вот поделись этим какие мои картины тебе наиболее близки ты знаешь мне когда мы только познакомились уже много лет назад получается мне как-то вот ну если я полюбил женщину я полюбил соответственно все остальное как бы все 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 что вокруг нее рядом с ней и так далее но тогда это было просто вот любовь и все но потом прошло какое-то время уже да мы уже много поездили мы многое посмотрели потрогали и ты знаешь а вот что интересно пройдя вот ну и организовав несколько выставок да для тебя я вдруг почувствовал вот как раз наверное этим летом что вот твоя твои самые первые картины которые дом они знаешь они геометрически но вот по мне и по цвету и геометрически они какие-то вот прям совершенные они мне сложно я пока еще не совсем искусствовед и эксперт в области вот название стилей там и так далее но вот все вот эти вот тельняшки волшебный лес там вот это все то есть они имеют и объем и цвет и еще и какую-то вот очень точную геометрию но для меня вот я неожиданно для себя такое отметил потому что вот картины которые сейчас здесь вот там за спиной и большинство из которых вот на сегодняшний день тебя есть тибетской серии серии связанные с какими-то там не знаю божественными какими-то вещами скажем все эти картины они уже не имеют четкой геометрии то есть они имеют структуру они имеют очень такой они очень яркие вот опять же видишь пока мы не повесили все картины вот перед твоим отъездом четко вот так вот да не было бы счастья несчастье помогло оно настолько красиво то есть я вот который уже эфир связанный там неважно с любым направлением какой-то деятельности где мне надо вещать куда-то на аудиторию да я почти всегда занимаю здесь вот такое положение потому что они очень еще яркие то есть вот а если в том периоде который у тебя был в самом начале как по моим ощущениям там была геометрия там была объемность там было ну там не то чтобы яркость они тоже яркие там тоже яркие цвета но они как вот не знаю у меня все равно вы с ними принимаются больше как вот монохром не в смысле в скромности какой-то а в общем вот вот это все в моем понимании скорее как калибре калибре клёвая маленькая птичка красивая немножечко такая вот попугай в общем вот все как я люблю то есть когда либо черный либо все цвета и сразу ну то есть вот весь перечень это первый момент а второй момент говоря про то что мне ну конечно мне нравится в первую очередь и всегда и больше всего это мои любимые яки и тибетские девочки то есть это вот в принципе как направление как структура и второе это то что мало кто об этом знает но они на самом деле буквально создает идеальную картину уже в течение буквально первых несколько минут я потратил пару месяцев наверное уговаривая ее некоторые из этих картин просто оставить как они есть то есть это тогда когда на подмалевок наносится какой-то сюжет вносится какие-то вот новые вещи какое-то ее видение и все они настолько вы не представляете да это красиво это закончено это форма это цвет это вот пластика но те картины вот о которых я вам говорю это вот картина которая несовершенны в своем минимализме это не черный квадрат это просто вот раз и все вот вот она уже законченный объект поэтому вы потом маленькие напишите пожалуйста просьбу чтобы она обязательно она чтобы обязательно какие-то из таких вот картин пообещала что она там две-три хотя бы вот когда доктор скажет о том что они стоп достаточно она возьмет себя в руки и оставит их как есть и мы их потом просто покажем не будем говорить о том что это минимализм и просто спросим обратную связь и увидим что это тоже стиль это тоже может быть и не может быть а это есть тоже твой стиль это тоже законченность и совершенство я чуть-чуть полаг да дополню действительно была такая ситуация когда на новый год я готовила картины к выставке катманду и были несколько картин которые я буквально только-только ну как мне казалось да только начала писать при этом виктор сказал что достаточно здесь больше ничего трогать не надо и я как бы не соглашалась но вот у него такое видение что есть картины которые не требуют еще дополнительных слоев а состоялись уже так как но вот буквально там в нескольких штрихах это очень интересно а к слову тогда раз пошла речь о картинах я хочу показать тебе новые свои картины которые я всегда если рискую девочек с чашами и очень сильно думаю о тебе то настраиваю если ты рядом то понятно это происходит легко но вот всегда когда и девочки с чашами идут или божественные какие-то сущности с чашами и если сущность в оранжевом если этот образ в оранжевом или вот что-то какие-то оранжевые кратки почему-то мне кажется что я рисую твою какую-то вот женскую поставь потому что ты очень любишь оранжевый я знаю и ну вот явно у тебя такая связь связь с тибетом и с вот этими монашескими да оранжевыми одеяниями шапками оранжевыми то есть явно просвеживается поэтому такой вот паттерн оранжевый и вот когда дать чаши это барышня это вот мне кажется что я рисую тебя только через вот такой образ поэтому вот первая клёвая девочка с чашей называется красная дакини все как я люблю да все как ты любишь еще и сережки проработанная да они все у меня пришли с украшениями получился такой триптих вот еще одна девочка смотри такая порождающая ух ты лотосовая у нее коробочка тут наверху очень такая тоже и третья вот такая обалдеть круто вот они прямо свеженькие новенькие с поющими чашами ну то есть все все в этом направлении хорошо давай перейдем ко второму вопросу как ты считаешь какое воздействие производят картины на зрителя на человека может быть разные картины разное воздействие до производят и вот сейчас ты находишься среди картин все время и пространство да не они же тоже каким-то образом трансформируют прокачивают может быть ты заметил разницу когда ты выходишь там в эфир или что-то рассказываешь людям без картин когда с картинами или когда у нас с тобой медитации происходили когда присутствовали картины вот в крым мы ездили да мы целую выставку огромную привозили или когда мы просто приходим куда-то без картин или приезжаем да и проводим что-то без картин то есть есть ли разница в этом вот что-то такое вика пишет картины потрясающих можно купить да вика можно обратиться купить заказать пишите Виктор да очень правильный вопрос я бы сказал очень по-своему интересный потому что понятно что можно смотреть на картину смотреть на картину да с очень разных сторон и вообще в принципе это многоплановый такой объект любая картина в принципе многоплановый объект потому что она несет в себе как как то что на ней изображено каким-то образом неважно будь это какой-то совсем минимализм или фотографическая точность изображения чего бы то ни было то есть это есть изображение это есть в любом случае какая-то символика которую скорее может увидеть даже тот сам человек который смотрит и каждый символику может видеть по-своему и будет скорее всего по-своему и более того это даже не столько символика сколько это еще и такие элементы которые свойственны могут быть каждому из нас исходя из того каким образом мы проживаем тот период времени который у нас есть сейчас поясню немножечко что получается когда есть возможность увидеть какую-то картину и в какой-то промежуток момент времени она может вызвать определенное настроение состояние как да увидев ее в совершенно другое время и в другом настроении она вызывает уже совершенно другое восприятие что ли она вызывает совершенно другое отношение вот поэтому несомненно картины очень сильно на нас влияет причем я бы сказал что картина это один из таких вот объектов творчества объектов искусства которые наиболее объемные что ли в принципе в себе ну может быть скульптура еще но скульптура опять скульптура получается это 3d это объем это как ну там нет цвета а картина это и объем и цвет и то есть картиной можно передать настроение состояние в там можно создать любой резонанс возьми допустим а это я в ярославле один был возьми какие-то иконы которые писались очень 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 давно но которые вообще не ну не похож на них человек на человека скажем так но они вызывают какой-то вот внутренний трепет причем независимо от того какое вероисповедание или какая там развитие человека отклик получается очень разные то есть значит в вот в изображении в творчестве которое передается вот как как картина как арт-объект видимо в этом есть какое-то еще очень сильное дополнительное такое состояние какое-то какая-то информация дополнительная поэтому как раз что у цвета есть свои волны как и у звука поэтому влияние неоспоримо согласен ты с этим что вибрация картины она идет так же как если ударить по чаше колотушкой не совсем не совсем согласен это все-таки давайте этот будем мухи отдельно суп отдельно у меня вчера как показывает жизнь очень даже отдельно можно не отдельно а можно вместе это мы с тобой мы с тобой уникальны как раз тем что у нас каждый уникален в своей области эти области пересекаются но при этом они никак не конкурируют друг с другом поэтому их посыл как в сакральной геометрии рыбий глаз если мы пересекаемся как два кружочка да то есть я хочу сказать что несомненно картина несет определенную вибрацию просто здесь немножечко все на мой взгляд более сложно и нельзя это выделять все-таки чаша как чаша как звук как звучание чаши обертона широкий спектр но он все равно ограничен но он все равно ограничен а картина она безгранична в картине нет ограничений вообще другой вопрос что однажды нарисовав создав какой-то образ мы все равно ну ну может быть да мы все равно каким-то частично ограничиваем за счет этого образа потому что если здесь нарисованы девочки и ягда то есть мы можем символику какую-то в этом во всем видеть искать каждый увидит свое воспримет по-своему но мы здесь ну ни при каких обстоятельствах не можем увидеть допустим ну не знаю что мы не можем увидеть здесь ну страуса да не можем увидеть здесь вот ну нет его страуса потому что он не нарисован не ну если только кто-то прям очень тщательно начнет рассматривать волосы там ну я имею видишь ты в размышлениях приходишь к безграничности можно увидеть все что угодно даже если ягд нарисован да но это вообще уже из области больше психологии как бы меньше искусства в общем мое мнение что картины они более широкие они безграничны в своем вот в этом вот ну восприятии со стороны и здесь еще очень много моментов которые как бы в понятии нравится не нравится как бы я художник я так вижу с чашами это уже не будет работать так сильно как нравится не нравится я художник я так вижу но это потом это мы уже с тобой я думаю я ответил часть вопроса которую которую я еще озвучила заметил ли ты разницу как реагируют зрители если ты выходишь в эфир с картинами или на медитации они присутствуют то есть есть ли разница я не заметил да я не заметил разницы ну в самом процессе вот мое мнение в самом процессе но я четко заметил заметил по обратной связи то есть да каждый раз когда хотя бы одну картину я с собой беру когда я где-то веду семинар или когда куда-то уезжаю именно картину то есть не открытку не какой-нибудь постер а вот именно живая картина пусть небольшая пусть там 30 на 40 но каждый раз после мероприятия неважно семинар это там медитация или еще что-то обязательно хотя бы один человек подходит и говорит Виктор вы знаете а вот у меня было ощущение что и дальше либо картина со мной разговаривала и вот какая-то вот связь или еще что-то такое то есть ну ты знаешь да спасибо за этот комментарий вот сюжет который вы видите за Виктором две девочки с поющими чашами и як этот сюжет увидела одна из участниц медитации на Ладоге да была медитация да Анна Волнина прекрасная наша подруга которая сейчас живет на Бали и практикует тоже с поющими чашами вот Анна увидела этот сюжет и этот сюжет он стал настолько мне близок я его нарисовала и потом повторяла в разных интерпретациях на разных-разных картинах так нам пишут тут Ника пишет просто мы люди к вибрациям звука более чувствительны слышим буквально а цвет влияет тоньше на таких планах которые мы не всегда осознаем но это не значит что этого нет конечно вот согласна абсолютно да Татьяна пишет привет ребята очень интересно актуально для меня для меня мои картины однозначно послание в биг сознания да здорово картины меняют сознание согласна абсолютно и от себя добавлю что у меня идет невероятная трансформация личности через занятия живописью и это я точно знаю что они очень сильно трансформируют пространство в котором поселяются и я знаю насколько стена становится оголенной пустой изъяющей если с ней снять картину которая там засела какое-то время Виктор есть что про тебя да я согласен с тобой я согласен про снять и не достает я абсолютно согласен и про добавив даже небольшой какой-то элемент это вносит совершенно другое настроение вообще в пространство поэтому я и повторяю что когда я куда-то был период наверное год-два назад когда очень много поездок был ну там Хабаровск Новосибирск ну то есть очень далеко вот это все Челябинск Урал и получалось что когда вот я с собой какое-то количество картин ну когда здоровье было прям ого-го и было такое вот прям посыл все это возить и они вживую ну действительно ну облагораживали пространство то есть они вносили это все вот почему я и говорю что несомненно это работает но здесь просто у меня в этом смысле немножечко профессиональная деформация в том смысле что тяжело возить с собой много инвентаря много оборудований поэтому накладывается вот этот вот отпечаток то есть да когда вот дома то есть когда сейчас я собирал статистику для эксперимента и проводил это в нижнем делал здесь на кушетке то есть конечно когда я вхожу в комнату стоит там кушетка два ноутбука там аппарат ЭКГ лежит там и так далее и баба значит вдоль всей спины вот такие вот там картины то есть конечно это совершенно другое настроение и состояние чем мы же с тобой повесили их уже перед самым твоим отъездом а до этого когда вот ты была как испытуемая там картин не было вот и я сравнил то состояние когда я делаю и здесь ну вот когда уже картины повесили поэтому то что картины меняют пространство меняют не только нас но и пространство несомненно я абсолютно с этим согласен Анна отлично хорошо еще один вопрос такой более личный более уже про отношения потому что мы с тобой пара которая ну в общем-то показывает как можно сочетать несочетаемое с одной стороны а с другой как люди когда хотят быть вместе они находят какие-то компромиссы да и ну варианты взаимодействия скажи как ты считаешь где место женщины у плиты на коврике для йоги за мольбертом и свой вариант ну какой какой угодно место место рядом с мужем ага ну посижу возле тебя скоро молча и постоять и полежать вот кстати про молча тоже очень правильный для интровертов допустим вот уточнение ну я чуть-чуть от себя добавлю что конечно я считаю что здесь необходим в паре всегда очень ну необходим баланс баланс в плане того что люди изначально должны друг другу вот достаточно хорошо подходить по разным направлениям и тоже мы с тобой много лет это обсуждаем что кроме этого кроме такой вот подходимости надо еще и иметь определенную внутреннюю уверенность но в себе и внутреннюю уверенность в человеке с которым ты то есть который рядом с тобой то есть уверенность баланса и возможности быть с одной стороны самим собой со всеми ну своими там косяками недостатками и так далее но при этом надо учитывать что если это косяки или это недостатки которые изначально для второго человека неприемлемы в принципе то конечно это ничему хорошему не приведет то есть я имею в виду скорее какие-то вещи которые все равно требуют несомненно практики в буквальном смысле то есть проработки что там если тебе надо двадцать пять шарфиков то ну окей ладно это сложно с этим смириться мне как минималисту ну хорошо я готов работать в этом направлении вот но если допустим какой-то там момент который изначально там для меня он там приемлем то здесь как не пытайся пристроиться договориться или настроиться вряд ли это поможет вот а рядом это просто ну наверное мой рациональный ум и моя внутренняя женщина они всегда пытаются найти какой-то баланс в этом во всем поэтому они говорят о том что надо все-таки кроме всего прочего ну быть сзади это как-то это ну в наше время это уже тоже не совсем правильно поэтому в чистом виде замужем это как-то не очень вот впереди мужа ну у нас большая часть страны сейчас инфантильных людей в принципе и в том числе и мужчин то есть это тоже не совсем правильно а когда вот рядышком когда друг друга так под ручку и значит ковыляя бодрым шагом в попугайском каком-то таком да 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 вот в одну сторону вот да это вот уже очень такой позитивный момент так да Аня я наверное все сказал по этому поводу хорошо ну и последний такой вопрос и можно перейти уже к тем вопросам которые ты мне задашь ты соскучился да несомненно ну видишь я сижу и улыбаюсь излучаю в пространство такую вот фееричную радость конечно я соскучился как же ну насчет фееричной радости ты немножечко наверное ну так притопил или это такая радость как это я фееричен разве нет я бываю еще более фееричным мне кажется да почему без цветов кстати ты знаешь я на самом деле думал об этом думал о цветах но я посчитал что это будет слишком банальным цветы тем более на тебе вон фридовский венок поэтому не буду я как все это скучно я вот у меня вот твое со мной а лучший цветочек это я будем реалисты ну давай цветочек я готова к твоим вопросам задавай давай наверное пролистнем потому что к самому начало потому что я помню здесь еще было пару вопросов которые в том числе можно наверное хорошо будет переориентировать на тебя потому что там был как раз таки вопрос про чаши я точно помню хорошо я тоже листаю пробую смотрю кто первый найдет тот и задаст здравствуйте расскажите пожалуйста как долго учиться играть на чашах хочу научиться какую лучше покупать для начала Аня вот тебе первый вопрос прекрасный вопрос немножко расскажу тоже в двух словах свой бэкграунд с чашами в общем то с Виктором мы познакомились в Тибете в Катманду в городе и собственно с того что мы поехали в Тибет обошли вокруг горы Тайлас началась наша история там же в Тибете Виктор дал нам практику с поющими чашами и впервые тогда я познакомилась с ними вот так вживую по-настоящему с их вибрациями конечно стала сама потом практиковать с тех пор я посетила ну вот не знаю сотни семинаров рядом с Виктором сидела рисовала картины слушала семинары помогала людям также практиковать да как консультант выступала в медитации помогала вести то есть ну в общем то в звукотерапии я в том числе имею довольно большую практику но я не считаю что я там какой-то супер эксперт просто у меня есть какой-то такой хороший свой личный опыт в этом также я переводила сколько шесть шесть сезонов в Катманду когда мы возили группы с поющими чашами обучаться у непальских мастеров собственно да Непал это вот такая метка поющих чаш откуда собственно ну вот изначально согласно всем там историческим исследованиям чаши появились то есть они тибетские по названию номинально но на самом деле из Непал вот и вопрос сколько учиться играть на чашах то есть он такой очень интересный смотря для чего во-первых вы будете использовать ну опять же да я свое мнение какое-то рассказываю будет ли это какая-то ваша личная практика или может быть для других людей вы будете в общем то посетить семинар Виктора с поющими чашами и вы получите очень много знаний потому что Виктор занимается этим вопросом очень плотно и много-много лет то есть я ну без ложной скромности могу сказать что он пожалуй в мире такой сумасшедший фанатик эксперт который посетил абсолютно все страны где так или иначе поющие чаши ну как-то да звучали по истории это боже мой бутан королевство это Япония это конечно Непал много раз это разные регионы Тибета и так далее так далее то есть вот Виктор он дает очень объемные знания и мы встречались с ним и с разными иностранными персонажами которые также изучают чаши там со знаменитым и легендарным Фрэнком Перри мы он нам даже палочки какие-то подарил он подписал нам книжку сумасшедший тоже такой Фрэнк Перри англичанин который с поющими чашами очень много знаний принес миру вот так что как долго учиться зависит в общем-то от вас и можно посмотреть какие-то бесплатные ролики в интернете но прямая передача это всегда более ценная и более ну информационный поток в наш кокон входит информация лучше плотнее глубже ценнее она становится когда происходит прямая передача то есть да хорошо что-то там посмотреть узнать собрать по крупицам но лучше когда тебе это знание передадут целиком вот такое мое мнение где там мы будем будем считать что да будем считать что ответили а я чуть-чуть добавлю что на самом деле мое мнение что не должно быть в принципе препятствий если есть желание чем-то заниматься то надо брать и заниматься ну то есть есть желание надо брать и делать и не бояться того что будут ошибки будет что-то не получаться то есть а дальше уже смотреть как долго это от меня фонит или чего нет это собака у меня гавка а это ясно окей а итак учиться можно по-разному можно долго есть школа есть техникум есть институт есть аспирантура есть докторантура и все это может быть под какому-то допустим одному направлению вот также и с чашелью то есть можно начать с чего-то небольшого и потихонечку потихонечку наращивать свою экспертность аня поскольку все-таки времени вот уже 32 минуты я задам тебе а ну что ты давай нет следующий вопрос следующий вопрос я тебе задам скажи мне как эксперт хотя нет перед тем как задать тебе вопрос я все-таки тоже от себя прокомментирую потому что аня скромничает на самом деле очень сильно скромничает вот потому что получается что мало того что она все встречи переводила она переводила еще мои семинары на английский некоторые она участвовала в абсолютно всех встречах которые были связаны с экспертными ну вот кроме Японии наверное и бутару только вот и поэтому объем информации которым владеет на самом деле аня в этом направлении он колоссален и я ее вот уже полгода уговариваю на том чтобы она создала совершенно отдельный свой самостоятельный курс по поющим чашам потому как она их видит как она это делает и чтобы она его начала вести как совершенно спокойно перестав бояться как она боялась перед этим вести допустим нейрографику или там еще что-то такое вот объясню почему потому что мой подход на сегодняшний день и к чашам и вообще вот к оздоровительным технологиям он уже уходит немножечко в сторону ну академичности он уходит в сторону больше цифр и ну проявленных каких-то вещей вот а при этом есть очень большой пласт непроявленного то что наука сейчас не может пока цифровать нет приборов нет инструментария которым это можно было бы фиксировать вот но это все равно оно присутствует оно есть как есть магнитное поле земли да которое было всегда но пока не появился прибор который стал фиксировать магнитное вот это вот поле в позапрошлом веке да то есть никто об этом и не знал вот так и здесь получается что мне сейчас интересно исследовать влияние разрабатывать курсы и делать эффективные практики с чашами с точки зрения вот точности цифр результативности доказуемости и так далее и при этом все таки я тоже не могу полностью отказаться от того что да несомненно чаши влияют на очень многие аспекты нашего нашей деятельности нашего здоровья и так далее вот и поэтому Анечка как раз могла бы прекрасно вписаться в это направление с своим видом мы его чуть-чуть подкорректировали так чтобы это все таки здравомыслием следовало вот и наверняка получится очень интересный и очень хороший курс курс от Анна Пурна мое сакральное имя Анна Пурна это богиня с чашей поэтому ну сам бог видел как ну богиня еды на самом деле ну ладно пусть будет богиня с чашей но она же с чашей она же с чашей богиня да итак Анечка скажи а у цвета звук есть у цвета звук я соглашусь с Никой да у цвета есть звук есть определенная вибрация волна которая воздействует да определенно но ты нет так легко это нет это слишком такой примитивный ответ нет нет то что да у цвета есть спектр спектр это как раз определение длины волны звук это тоже волна тоже длина то есть это несомненно да это академическое понятие нет пожалуйста более объемно ответь на этот вопрос если будет проще то может быть тогда по-другому скажи ну допустим как вот как эта картина звучит какой звук картина звучит несомненно каждый цвет звучит но в картине очень важен момент интерпретации то есть картина она в том числе рождается когда зритель на нее смотрит то есть художник он может заложить что-то в нее какие-то смыслы какие-то цвета какие-то свои переживания а зритель он может это считать да и интерпретировать то есть как-то переложить по-своему и увидеть в этом что-то свое услышать в этом что-то свою какую-то историю то есть вот здесь очень интересный такой с картинами момент что они звучат для каждого зрителя по-разному для кого-то одна картина она будет звучать как грустная мелодия а для кого-то что это наоборот то какой-то внутренней радости тихой то есть вот я сталкивалась с тем что кто-то мне говорила Джейсанине моей героини с красными волосами что она так грустна всегда на всех картинах что хочется плакать и так она одинокая где же ее любовь а кто-то мне говорил что нет это же такое светлое красивое чувство переживания влюбленности это же такая глубина и сила то есть совсем другой посыл вот здесь этот момент звучания картины он очень сильно зависит от зрителя вот такой мастер спасибо и все же я еще более точно задам вопрос вот ты у мастеров несколько раз переводила несколько версий того как можно проводить допустим медитации с поющими чашами концерты медитации с поющими чашами и уточняющий еще вопрос вот мы этого не делали еще но ты бы вот по твоим ощущениям сейчас ну вот обладая допустим стандартным нашим набором чаш ты бы сама смогла бы сыграть эту картину да это прекрасная мне кажется идея она на тебе пришла в голову я же генератор вау это же целое шоу можно сделать конечно ну судя отлично все хорошо еще такой у меня к тебе будет вопрос вот почему ты до сих пор не искусствовед скажи пожалуйста ну ты же знаешь я всегда прокрастинирую стесняюсь мне все кажется что еще мало знаю еще как бы поучиться надо ну и в принципе пока не вижу такого может быть места особого которое бы мне откликнулось поучиться на искусствоведа в том числе ну ты же понимаешь что человек который сам создает творит искусство он для того чтобы быть ну завершенным таким полноценным кроме всего прочего должен обладать еще и академическими знаниями ну то есть достаточно большими ну высокими и широкими знаниями в области искусства в принципе тем более что ты обладаешь на самом деле очень интересные еще способностью подачи этой информации то есть тоже здесь для тех кто слушать будет или слушает сейчас поясню что и здесь они тоже очень сильно стесняется она рассказывает очень много интересного и знает очень много интересного про тех художников ну которые ей каким-то образом отвлекаются ну как у каждого из нас есть свой какой-то вот ну не то что фаворит да какой-то вот авторитет или не авторитет ну как короче что то есть вот что с чем есть канэ тот же самый модель янин и аня почему-то очень стесняется вести достаточно активно и широко рассказывая о пространство об этих вот художниках рассказывая о картинах рассказывая о цвете то есть я сейчас не про мастер-классы как рисовать а я говорю про то что почему мы заявили вот так вот с ног на голову поставить да чаши и там картины я аня то есть здесь на самом деле потому что получается за эти пять лет то есть мне искусство вообще никогда кроме как вот нравится не нравится больше вот ну никак не отвлекалась ну то есть у меня вот был вот какой-то посыл свое восприятие но опять же я мальчик воспитывался в пролетарском районе города горького и у меня совершенно ну такой другой подход был ко всему вот и поэтому было бы очень интересно если бы вот это все ты бы также нам бы дальше доносила рассказала с точки зрения вот искусства вот ника пишет я бы с удовольствием слушала передачу вот видишь даже точнее не даже а это не только мой не только мой посыл да потому что уж если я заинтересовался уж если мне стало интересно вот какие-то творческие вот эти вот моменты причем вспомни твой опыт который у тебя был на одном из я бы так сказал на одной из тренингов на одной из практик когда тебя поместили в тело ну расскажи лучше сама мы не будем говорить где это было и как это было но это был опыт в котором Аню ввели в трансовое состояние и она провела прожила очень интересный объект по такой световой трубе и попала в сознание Винсента Ван Гога ну как бы это был эксперимент такой энергетический мы не знали получится он или нет и это очень интересно было я увидела мир как видел его Ван Гог он видел его как свои картины то есть в общем то он был не совсем нормальный действительно человек с точки зрения обыденного да сознания то есть норма это нормаль да это среднее такое арифметическое между всеми а вот он выделялся так как его гениальность она была как бы над нами всеми у него было видение очень особое и поэтому он видел этот мир не так как мы все привыкли видеть он видел его очень особенно и поэтому так страстно рисовал эти картины он хотел передать как можно больше поэтому он всегда рисовал с натуры и постоянно находил да вот какие-то в обыденных пейзажах таких простых там какие-то телеги мосты деревья он создавал очень-очень необычайные такие полотна потому что у него было уникальное видение вот у меня был такой опыт заглянуть через глаза ван гога на мир это было классно но я немножечко о другом имел в виду вспомни еще был там же эпизод а с крынцой ну да тоже и друзья но об этом я я уже написала я начала писать парижские рассказы когда мы были в Катманду и вот сейчас у меня выйдет книга стихов любовь джинсамина а следующая книга будет книга рассказов парижские истории вот и одна из этих историй будет о том как вот я тоже меня перетянули я попала из медитации в сознание крысы которая жила в мастерской модельяне на вон парнасе и это ну такая невероятная история которую я описала вот в этой в этом рассказе да давай сохраним интригу тогда для книг ну уже на самом деле рассказали те кто посмотрят они уже будут знать что вот такая история предстоит хорошо следующий вопрос тогда скажи пожалуйста вот то что ты сейчас издаешь книгу стихов да ну опять для тех кто смотрит можно к Ане обратиться сейчас выходит книга стихов она вам подробно расскажет что к чему я вам только могу одно сказать что это уникальный продукт это уникальная вещь это уникальная книга в том смысле что там кроме самих стихов еще очень мощные очень сильные иллюстрации и они все цветные они все красивые то есть в одной книге собраны не только стихи получается там еще и картины фактически ну как вот как каталог как открытка как все в одном и я вот в пространство признаюсь что я очень долго как-то так относился к этому и говорил что Аня да не надо усложнять все это все очень дорого окупится не окупится вообще вопрос большой и зачем там этот цвет внутри все-таки стихи это стихи вот но сейчас вот тоже по моим ощущениям цвет внутри он дает дополнительный такой вот посыл дополнительный ресурс дополнительное пространство но вопрос здесь у меня какой вопрос у меня такой скажи а имеют ли стихи какое-то звучание ну конечно стихи они же в принципе связаны даже если мы проговариваем их про себя мы знаем звучание этих слов и стихи они вообще уникальны это же как такие колокольчики слова собранные да в какую-то мелодию каким-то образом состыкованные друг с другом и вот в стихах есть ритмика определенная в стихах есть мелодичность в стихах есть звучание конечно то есть песи это явно такое звуковое звуковая история очень и вновь я уточню я немножечко о другом переформулирую вопрос а есть ли песни на твои стихи музыка на твои стихи слушай ну я не помню ты был или нет но мы же делали с Наташей Воробьевой интервью которая да музыкант прекрасная Наташа у меня на IGTV есть интервью кто не видел можно посмотреть и Наташа да она же сочиняет на моей стихи прекрасные мелодии я буквально недавно переслушивала Любовь Джессамины пуговицы очень красиво ну то есть 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 музыка с твоими стихами и у меня конечно такая шальная мечта что однажды мы сделаем концерт про Любовь Джессамины будем петь и будем классно на сцене зажигать пусть даже это будет только однажды но я очень бы хотела чтобы это состоялось когда-нибудь тогда потом по завершении эфира опять же ты нам скажи где ну нам слушателям да или зрителям где и как бы можно было послушать эти песни на твои стихи это же очень интересно не будем сейчас на этом заострять внимание но вы впоследствии вот Анечка я думаю нам как-то даст нам инструкцию как-то где найти как найти или там на сайте у себя Анна Тарасенко Руси берет как-то в одном месте эти песни как-то с Наташей они это все говорят потому что это на самом деле тоже нельзя исключать вот творчество да как цвет как форма как арт-объект исключать звук все взаимосвязано и я бы еще добавил хотя меня и не спрашивали но что называется молчать не могу в стихах на мой взгляд еще очень большую роль играет ритм то есть сама по себе рифма она уже в какой-то степени закладывает вот именно ритмичность а ритм это один из очень важных составляющих теории звука теории музыки ну и всего остального вот хорошо Аня скажи пожалуйста у тебя на очень многих объектах на очень многих картинах есть ну як это понятно чаша что такое чаша почему она везде что она в себе несет или почему-то ее везде ну или очень часто ее используешь тоже какой хороший вопрос чаша это же в принципе символ очень крутой это протоформа символ и образ который понятен такой архетипический да образ архетипический почему потому что каждый человек в любой культуре в какой бы он не развивался он знает что чаша это нечто откуда можно что-то съесть да то есть это некий сосуд который насыщает то есть мы изначально да все знаем что из чаши можно насытиться одновременно чаша это то ну вот прежде чем что-то оттуда брать туда можно что-то положить то есть это еще что-то что какой-то предмет который может что-то сохранить вот когда я как раз разрабатывала свою первую персональную такую технику по нейрографике она называлась чаша изобилия я оттолкнулась от этого образа чаши из которой выходит поток и мы наполняем эту чашу своим изобилием там разными-разными образами тоже поэтому вот и чаша одновременно да так как она в руках у Анна Пурны а Анна Пурна это азим есм Анна Пурна и с годами я все больше прочувствовываю что это имя оно действительно пришло ко мне не просто так и с едой вот эта история да и то что ты телец и очень любишь еду вкусную как я стала для тебя готовить как я по-другому стала относиться в принципе к трапезе и как сакральный да вот этот акт когда мы принимаем пищу это очень и очень не то что там сейчас современно очень многие упрощают это на бегу там что-то как-то нет это должно быть ритуально это должно быть очень всегда душевно да максимально ну вот как как вы можете в данный момент это должно быть как-то красиво аккуратно может быть да и относиться к этому трепетно потому что то что мы едим и как это делаем это очень сильно формирует нас нашу энергетическую оболочку и нашу физику потому что мы строим клетки именно из того что мы едим так что вот это говоря о чаше чаша это что-то прекрасное вот всегда когда я рисую у героини чашу в руках да если героиня держит эту чашу в руках это значит что у нее есть какая-то центрированность и понимание что она может и отдать и принять что-то то есть вот эти оба потока отдающий принимающий они работают и вот чаша это как транслятор этих потоков то есть вот такой смысл я всегда закладываю но и одновременно конечно то что ты мастер поющих чаш рискуя чашу на картине я так или иначе цитирую тебя цитирую то что чаши в нашей жизни они имеют очень большое значение поющие чаши они звучат так что вот именно поэтому чаша очень-очень частый элемент на картине как когда-то я рисовал очень много пуговиц например так вот сейчас рисуют чаши ну пуговицы тоже есть что-то пуговицы тоже спасибо и в заключении времечко все-таки неумолимо тихо живопись и звук как соединить вот мы же уже придумали смотри как хорошо мы будем делать такой перформанс будет картина и мы ее будем играть а может быть ты будешь играть и я буду создавать картину ну так мы уже делали и так очень классно все получается так что живопись и звук мне кажется мы с тобой вот как семья мы уже это соединили вот я кстати как раз хотел сказать что многие видят в сложившихся сетях обстоятельствах какие-то ограничения а я вот буквально вчера в интервью Евгений Михайлович говорил о том что я вообще не чувствую ограничений наоборот у меня появилась возможность чуть-чуть приостановиться в динамичной очень такой вот жизни с переездами и очень многие вещи спокойно сидя на одном месте сделать я как раз хотел сказать что когда по осени мы засядем в домики вот то действительно даже если будут какие-то сильные ограничения по допустим перемещениям или еще чем таким то есть как раз вот эти вещи делать дома и через вот онлайн это вполне приемлемо на мой взгляд может быть очень интересно то есть будем соединять живописный звук да да вот спасибо Анечка наверное все таки пора закругляться чтобы все там потом сохранилось а то было очень много заявок о том что люди переживали что не успеют к началу эфира и хотят обязательно увидеть его в записи вот я постараюсь сейчас выложить в IGTV его чтобы он совсем сохранился и люди смогли его посмотреть в любое время в любом месте да и в любом случае хорошо бы там вот наверху кликнуть чтобы он еще сохранился у тебя на телефоне тогда если он в IGTV не сохранится то мы его еще и на YouTube выложим кстати у Ани на канале очень вам рекомендую в отличие от моего канала где очень много про чаши иногда нудно долго просто много вот у Анечки почти все ролики очень коротенькие красивые и с очень такой вот интересной музыкой то есть просто Анна Тарасенко тоже бьете и там вообще все это легко нагуглиться вот поэтому друзья со своей стороны хочу сказать Анечке огромное спасибо за то что она нашла время для того чтобы встретиться со мной вот в таком формате я очень рад ее видеть и я очень рад опять же что нам удалось вот в таком непринужденной такой форме побеседовать тем более что мы получается месяц наверное да получается мы не виделись предметно каждый решал какую-то часть своих задач и при этом вот то что мы так живенько встречаемся и скоро мы еще раз встретимся вот но это интрига вот спасибо вам за то что были с нами спасибо друзья читаю ваши комментарии все прекрасные да спасибо Татьяна творческий союз это здорово благодарим Ника спасибо огромное спасибо за встречу спасибо красавцы они сияют спасибо огромное друзья Нина любимые очень радостно вас слышать они пишут делайте эфиры чаще спасибо друзья очень-очень приятно мы всегда чувствуем ваш резонанс ваш отклик знаем что мы все большая семья мы все вместе чувствуем друг друга и связаны через творчество через чаши через живопись через чувствование прекрасного путешествия и до новых встреч спасибо что были с нами с вами был Виктор Ову сегодня в гостях у Музы у Анны Тарасенко и все завершаю эфир и благодарю вас за ваше внимание